шалом дорогие друзья и мы с вами продолжаем нашу тему сейчас мы рассмотрим еще одно слово которое думаю вы все знаете но мы рассмотрим не просто слова а корень этого слова потому что на иврите он имеет очень много разных значений и это слово аминь я уверен что многие из вас почти может быть даже не один раз в день употребляют это слово мы все его используем при молитвах мы все его используем при восклицаниях когда мы с чем-то соглашаемся но понимаем ли мы на самом деле его значение почему аминь оно названо именно так они по-другому на иврите это звучит немножко на по-другому на иврите это амэн амэн это происходит из корня трех букв алиф мэм и нун и вот из этого корня есть очень много слов в иврите подобные слову аминь амэн и вот о них мы сейчас поговорим с вами и первое из них это слово омэн 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 на русский переводится как нянька или воспитатель и я хочу прочитать из книги чисел 11 глава 12 стих числа 11 глава 12 стих здесь идет разговор между богом и моисеем и сказал моисей господу для чего ты мучаешь раба твоего и почему я не нашел милости перед очами твоими что ты возложил на меня бремя всего народа сего разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его что ты твой что ты говоришь мне неси его на руках твоих как нянька носит ребенка в землю которую ты склятвую обещал отцам его вот слово омэн это на иврите с иврита точнее переводится как нянька почему нянька и какая связь вот с этим корнем и какая связь вообще со словом а аминь и с другими словами вот этот вот корень алиф мэм ну он и его значение это стабильность постоянство устойчивость и она выражается очень часто в действии или поведение или обещаниях которые все время прочно стоят которые очень устойчивые которые будут исполняться почему тогда омэн слово которое переводится как нянька как оно связано вот с этим вот значением мы иногда думаем нянька это просто тот кто заботится о ребенке дает ему есть может быть если ребенок очень маленький то меняет ему подгузники но на иврите нянька это что-то более того нянька это тот который помогает младенцу с ранних лет заботясь о нем встать на ноги чтобы тот мог прочно ходить чтобы он мог ходить устойчиво и правильно и не только физически но и в духовном плане и в эмоциях и в морали нянька зале слова омэн на иврите это как раз тот который поднимает человека до определенного уровня пока тот не ставим нет стабильным и устойчивым и может уже совершать свои действия сам по себе без того который его воспитывал вот в этом слове омэн мы видим вот эту вот устойчивость или стабильность или постоянство другое слово это оман оман на иврите это художник честно говоря я не очень понимаю почему художник связан вот именно с этим выражением но может быть в древности художник он совсем имел другое значение чем он имеет сегодня поэтому я не хочу в это углубляться другое слово на из этого же корня это омнот омнот это столбы и понятно столбы они стоят некоторые просто на улице но это имеется ввиду те столбы которые поддерживают что-то которые поддерживают здание которые поддерживают может быть храм или что-то подобное именно столбы происходит от этого слова почему потому что они стоят стабильно и они что-то держат они очень устойчивые вот именно в этом корне выражается устойчивость и стабильность этих столов есть также духовное понимание мы говорили сейчас немножко о корнях этого слова который выражается в материальном мире но есть также корни из корня этого слова алиф мэм нун происходят слова которые имеют выражение духовно и одно из них мы про него с вами уже говорили раньше это слово эмет это истина и мы рассматривали что это значит мы говорили про буквы как оно написано что все идет в полном порядке начинается от самой первой буквы алфавита алиф и кончается последняя буква алфавита тав и мэм есть посредине средняя буква алфавита есть порядок в этом слове эмет истина но хочу показать вам кое-что еще о чем мы в прошлый раз с вами не говорили что буква алиф которая символизирует бога которая символизирует вот эту вот часть правды истины если мы ее убираем из этого слова то то что остается остается мэтт слова мэтт на иврите слова мэтт это значит мертвый когда алиф буква бог что-то духовное выходит из истины то остается только смерть другое слово которое очень распространено в писании и я думаю что она очень важно для каждого из нас это слово эмуна эмуна это вера и все писание постоянно говорит о вере мы читаем что про авраама сказано и вера вменилась ему в праведность почему вера как вера выражается вот в этом корне алиф мэм нун в этом значении мы иногда думаем о вере что это когда ты просто во что-то веришь ты что-то просто принимаешь таким как она есть но вера это что-то больше того про авраама сказано что его вера она была не просто так что он поверил но он что-то делал мы читаем что вера без дел мертва и вот вера которая выражается в постоянных делах в доверии господу в постоянстве господу когда человек в постоянстве идет и исполняет божье слово вот это выражается верою написано что вера это уверенность в невидимым и ожидание что она исполнится ты ожидаешь ты с постоянства ждешь что то во что ты веришь оно должно воплотиться в твоей жизни что-то невидимое она воплотиться и вот это вот постоянство вот это вот уверенность она как раз и обозначается словом вера эмуна на иврите очень интересное есть место оно написано в исходе семнадцатая глава исход семнадцатая глава десятый стих с десятого стиха и сделал иисус как сказал ему моисей и пошел сразиться с амаликитянами а моисей аарон и ор зашли на вершину холма и когда моисей поднимал руки свои одова одолевал израиль а когда опускал руки свои одолевал амалик но руки моисеева и тяжелели и тогда взяли камень и положили под под него и он сел на нем а аарон же и ор поддерживали руки его один с одной стороны а другой с другой стороны и были руки его подняты до захождения солнца знаете та удивительность их написано что руки моисея они были подняты до захождения солнца но на иврите стоит совсем другое выражение там не написано что они просто были подняты до захождения солнца там написано что и руки моисея они были верою и здесь мы видим совсем другой смысл мы видим более глубокий смысл с одной стороны если мы понимаем значение корня алиф мэм нун который значит стабильность или устойчивость то руки моисеева они были всегда подняты вверх они держались но именно когда мы вкладываем смысл также самого слова вера то это вот доверие богу что я буду их держать в вере я буду держать потому что я знаю что бог сделает что-то для моего народа и вот это вот уверенность том что божье обещание должно исполниться что господь должен что-то сотворить муше моисей он держит свои руки постоянно вверх он держит их перпендикулярно все время на русском мы совсем не видим этого значения руки были подняты до захождения солнца но когда мы читаем что его руки были верой мы получаем совсем другой смысл мы начинаем понимать что здесь что то есть внутри самого моисея здесь есть что-то больше чем физическое действие а именно что-то внутреннее и вот это вот доверие уверенность самого господа а теперь слово аминь аминь как мы называем на русском аминь это соглашение это когда я с чем-то соглашаюсь но не просто соглашаюсь а произносят аминь как раз в том случае когда я говорю что я с этим согласен и я хочу чтобы она исполнилась в постоянстве во веки веков чтобы она в продолжении действовала те слова которые ты мне говоришь и я отвечаю на них аминь я значит хочу чтобы они исполнялись на протяжении моей жизни это не просто что-то ответ да я согласен нет но это что-то более того когда я хочу чтобы твои слова они как благословение распространялись в моей жизни и воплощались моей жизни именно на период времени именно чтобы они в действии проходили вперед как устойчивые и стабильность именно вот это вот значение слова аминь и не раз ешуа он употреблял слово аминь и когда он хотел показать что-то очень очень особенно то он употреблял его в дважды он говорил аминь аминь говорю вам аминь аминь говорю вам то есть это значило что то что он сказал те слова которые были произнесены они обязательно исполнятся или они уже не исполнились свое время и продолжают еще исполняться вот это вот смысл корня алиф мэм ну и слова аминь есть еще одно слово которое происходит также из этого корня это называется амана амана на иврите переводится как завет или договор или соглашение очень часто это слово очень распространенное даже среди школьников среди людей которые подписывают какое-то соглашение и соглашение даже из этого слова на русском уже можем понять что это значит это что-то что я подписал это что-то что я договорился с кем-то что будет продолжаться на протяжении определенного периода времени поэтому очень важно понимать что когда мы говорим вот об этом корне и неважно в каком слове она выражается алиф мэм ну в особенности вера это что-то что продолжается это что-то что действует наперед это не что-то одновременное то не что-то одноразовое когда сказал да я верю нет это намного больше когда ты должен идти за господом в своей вере в уповании в послушании перед ним и тогда бог будет совершать что-то в твоей жизни и чтобы закончить говорить о букве алиф многие может быть спросят почему же если буква алиф она настолько сильно важна почему же писание не начинается именно с этой буквы почему писание или бытие начинается совсем другой буквы они с буквы алиф это очень логично было бы что если буква алиф символизирует самого бога если буква алиф символизирует первого то почему же писание не начинается с этой буквы но я хочу привести вам как другой немножко пример потому что именно первая заповедь из десяти который дал господь она начинается буквы с буквы алиф и в исходе двадцатая глава там написано на иврите она звучит так анохи адунай эллоэха я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабство и вот это вот слово анохи анохи это значит я но на высоком иврите на иврите который используется библейский в ритме который используется в писании анохи оно начинается с буквы алиф и бог говорит я я господь я твой бог который вывел тебя из египта и вот это вот первая заповедь в которой бог провозглашает самого себя твоим личным богом она очень важна для каждого человека чтобы ты мог понять что бог он твой личный бог что бог он тот который выводит тебя не только из физического рабства египта но из духовного рабства в котором содержатся многие люди до сегодняшнего дня он твой бог анохи я господь бог твой я на этом хочу закончить нашу сегодняшнюю встречу и спасибо что вы были с нами и на следующем уроке мы поговорим о следующей букве букве бэд всего доброго